В Уфе состоялся суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет, уже юбилейного пятого сезона. На протяжении шести дней за главный приз поездку на финал четырех Евролиги Улеп боролись по 16 школьных баскетбольных клубов юношей и девушек. Пермской команде Шарк и школа номер 72 стать чемпионами не удалось, но бронзовые медали наши девушки завоевали. О достижениях наших спортсменок подробнее, а также об итогах юбилейного сезона леги в разговоре с гостем нашей сегодняшней программы. Заместителем гендиректора школьной баскетбольной леги Дмитрием Самариным. Впечатления остались очень яркие, нам очень понравилась организация. Такое было шоу, мы в первый раз в такой атмосфере. То, что было, это просто надолго останется в нашей памяти. Мы все, мы гордимся нашими девочками, нашей баскетбольной командой, потому что этот успех, этот триумф, он вполне заслужен. Очень много было вложено труда, таланта, профессионализма наших учителей, тренеров в каждого из этого ребенка. И, безусловно, я очень благодарна нашему учителю физкультуры Ашееву Сергею Викторовичу. Он же является и тренером международного уровня по баскетболу. Я очень благодарна Суханову, Евгению Геннадьевичу. Это тренер фармацевтической академии, который подключился к тренировке наших девочек. Уже буквально последние два года он с нами работает. Сезон действительно был как бы удачный результат, но мы изначально не планировали таких больших целей. Значит, у нас был первый очень тяжелый чемпионат, финальная игра на городе. Мы очень с хорошей командой играли в школу 76, которая на базе все учащиеся из олимпийцев спортивного, дюшер. Потом у нас также непростые игры были на крае с березняками. Мы только два очка в конце очки выиграли. Старались решать задачи поэтапно. И у нас удачно получилось, что с каждой игрой мы прибавляли, все лучше и лучше выступали. И заняли вот третье место на финале, суперфинале ШБЛ. По нашим взглядам, что самая напряженная игра у нас была игра с Челябинском. Мы несколько периодов вели, даже плюс 12 величков. Ну, так сложилось, что не собрались и вот. Растерялись. Растерялись, и игра не пошла. И все-таки Челябинск вырвала у нас победу. Хотя вот Челябинск играла в финал, финал был очень легкий. Ну, если бы мы с Челябинском поборолись, я думаю, первое место было бы наше. Это спорт, так или иначе, особенно в детском спорте, когда команда, скажем, показывает в прошлом году достаточно хороший результат, но детишки растут. Сейчас очень сложно спрогнозировать, особенно в возрасте, когда они 13, 14, 15, 16 лет, когда дети растут по-разному. Я бы не склонен оценивать это как, допустим, недоработку тренеров. Это, скорее всего, ну, может быть, где-то элемент везения или невезения. А в целом, в целом, ну, можно сказать, что в этом году, так же, как и в прошлом, достаточно большое количество, порядка шести возрастов у нас в полуфиналах и финалах первенства России. Поэтому результат считаю достойным. Ну, конечно, мы хотим дальше продолжать заниматься баскетболом, дальше хотим добиваться новых успехов, чтобы были новые победы. Такие же ощущения, чтобы повторили, что вот ты чемпион. Дмитрий, вы только что вернулись из Стамбула, где стали свидетелем по-настоящему драматического финала Евролиги Улеб между российским ЦСКА и греческим Олимпиакосом. Освежите воспоминания. Уже где-то во второй четверти, так скажем, и мы в том числе там расслабились, потому что ЦСКА ввел плюс 19 и уже думали, что победа у нас в кармане. Но в конце четвертого периода, так скажем, счет начал сокращаться. И все вы знаете, что произошло. Да, ЦСКА там за 9 секунд ввело плюс одно очко. И буквально там за 0,7 секунды им забили два очка и, соответственно, минус один. Ну и потом уже тайм-аутов не было и, к сожалению, поспешный бросок, может быть, необдуманный, но ЦСКА проиграл. Но что хотелось бы сказать, да, там и в этом году очень много болельщиков в ЦСКА приехало. И в принципе, наверное, там каждый год, вот сколько, да, уже 5 лет в школьной баскетболе лига вывозит победителей чемпионата на финал Евролиги. Можно сказать, что этот финал четырех был, наверное, один из самых зрелищных за прошедшие там 5 лет. Так что я думаю, что детям понравилось. В чем, кроме финала четырех, состояла еще культурная программа поездки в Стамбул? Ребятам была предложена экскурсия по проливу Босфор. Мы катались на теплоходе порядка там 4-6 часов. Ну и потом посетили там турецкие рынки, магазинчики, сувенирные лавки. Очень много напокупали они всего, наверное, там, не знаю, на весь год. Некоторые съездили на интервью для НТВ+, а потом еще и сумели поиграть. То есть там около одной из гостиниц была организована фан-зона Евролиги, так скажем, да, развлекательная зона, где все желающие могли поучаствовать в турнире по уличному баскетболу, где раздавались много призов. И, так скажем, стартовый состав челябинских девчонок, да, Челябо-Драгонс-команды, они смогли поиграть против, там, команды из Турции. Выиграли даже, там, одно очко. Вот, и долгожданный наш финал. Народу было много, арена была большая, то есть там вместимостью 16 тысяч человек. Ну, действительно, все было, как бы, супер. И дети все остались довольными. Единственное, что, наверное, немножко омрачило наше путешествие, это все-таки проигрыш ЦСКА. Но на этом не надо, я думаю, для ЦСКА останавливаться и идти дальше. У них еще, да, чемпионат России не закончен, так что у них еще будут шансы реабилитироваться перед голейщиками. По общему признанию, последний суперфинал в Уфе стал суперярким. И во многом это благодаря именитым и интересным гостям. Были олимпийские чемпионы разных лет. Как удалось собрать такой звездный состав? Да, он действительно был самым ярким, да, за последние, там, пять лет. Как удалось собрать, вы знаете, что почетным президентом нашей лиги, да, является Сергей Александрович Белов. Также координатором проекта является Светлана Александровна Антипова, да, все олимпийские чемпионы Сергея Александровича 72-го года, Светлана Александровича 92-го. Ну и сегодня у нас, так скажем, на дворе 2012 год, да, мы решили совместить наш, тоже в том числе, там, юбилейный сезон, это пятый юбилейный сезон, да, с честными олимпийских чемпионов, то есть с честными, так скажем, победой мы их пригласили. И получилось так, что из женской команды мы смогли собрать пять человек, да, а у мужской мы смогли собрать четверых человек. Вот и получилось так, что они побывали у нас на мероприятии, всем очень понравилось. Также там на мероприятии приезжал и Орвида Сабонес, олимпийский чемпион 88-го года. Я думаю, что мы были первыми, кто вспомнил о этих, так скажем, мероприятиях, именно в этом году, так скажем, в сорокалетие, двадцатилетие, и нам это удалось реализовать. Чем особенным запомнится этот пятый юбилейный сезон школьной баскетбольной лиги? Семитысячная арена, да, которая была, в принципе, забита до отказа. Для нас точно так же очень приятно, что и пермские девчонки стали, так скажем, финалистами, да, и призерами. Почему? Потому что там два года их не было, да, в составе призеров пермских, ни ребят, ни девочек. А тут, так скажем, пятый юбилейный сезон, и там, с чего начиналась, да, школьная баскетбольная лига, кэсбаскет, вот как бы в пятый юбилейный сезон, в принципе, можно сказать, что девчонки нам тоже сделали подарок, став третьими на суперфинале. Еще можно сказать о том, что у нас тоже, наверное, появился какой-то опыт с точки зрения проведения суперфиналов и там чемпионатов в целом. И вот, так скажем, олимпийские чемпионы, пятый юбилейный сезон, хорошая игра, наверное, все это стало залогом красочного и яркого проведения суперфинала. Как ты уже сказал, действительно неплохой результат показали наши земляки, девушки, школу номер 72. Как на твой взгляд, почему в течение двух лет нашим землякам, прикамцам не удавалось повторить достижение, свое же достижение первого сезона? Не удавалось дотянуться до первого места? Если брать первый сезон, да, и даже второй, то это действительно были игры школьных команд. Да, сейчас, спустя там пять лет, пять сезонов, это можно уже сказать о том, что это игра именно профессиональных школьных команд. Да, и здесь была точно так же в этом году первый раз реализована наша идея, да, это школьные баскетбольные клубы. Да, то есть, и вот даже команда 72-й школы, да, они назывались там шаркс, да, акулы. И так было там, у каждой команды было свое название, то есть они играли именно школьными баскетбольными клубами. И уровень игры за последние пять лет, ну, вырос действительно на очень высокий уровень, да, и сейчас уже там нет такой разницы, там, во всех играх, там, плюс 20, плюс 25. То есть все игры заканчиваются, там, с разрывом, там, четыре, пять, шесть очков, мало того, мы даже стали свидетелем с нашим федеральным директором Алексеем Александровичем. Игры, если не изменяет мне новичками нашего чемпионата, командой Волгоград и командой Приморского края, Шиот, они играли четыре овертайма. То есть вместо, так скажем, запланированных часа двадцати и полутора часов игры, да, они играли два-десять. Да, то есть, ну, это было реально фантастически, что мы сидели и думали, что вот, причем не так, что каждый раз там одна выигра. То есть сначала одни ведут, эти догоняют, забивают, потом наоборот. И вот это реально, это как бы заряжает, и хочется продолжать работать дальше, дальше, и дальше, и дальше. Ну и в каком направлении будет дальше развиваться лига? Уровень команд значительно вырос от того, что был там, не знаю, два-три года назад. Команды стали по-другому относиться к этому чемпионату уже, не знаю, заранее готовиться, да, вот даже взять 72-ю школу, да, тут играют два игрока, они играют там, ну, они находятся второй год, живут в Перми, да, тренируются в академии баскетбола, это при фарм-вузе, да, фарм-академии. Были они чемпионами Калининграда, у нас их здесь пригласили, так скажем, с планами в поступление в фарм-академию, и вот сегодня они учатся здесь, и вот в составе там этой же школы они стали там призерами суперфинала. То есть команды, ну, ищут, куда им лучше идти, как и уровень, соответственно, от этого растет. Ну, я думаю, что идея там школьных баскетбольных клубов, она будет у нас продолжаться. Мы не отходим от логики того, что это массовость, еще что-то, но, тем не менее, учитывая и массовость, да, и вот этот профессионализм получается такой там хороший чемпионат. Дмитрий, большое спасибо за вашу благородную работу, успехов в дальнейшем, ну и с юбилеем Лигу! Дмитрий, большое спасибо за просмотр!